Я читаю историю одного человека, который я был совсем маленьким когда у нас в доме появился телефон один из первых телефонов в нашем городе я был еще слишком малый рост, чтобы дотянуться до блестящей трубки, висевшей на стене и всегда зачарованно смотрел, как мои родители разговаривали по телефону позже я догадался, что внутри этой удивительной трубки сидит человечек которого зовут оператор, будьте добры мой первый опыт общения с этим джинном в бутылке произошел когда я был один дома и ударил палец молотком плакать не имело смысла, потому что дома никого не было, чтобы меня пожалеть но боль была сильной тогда я приставил стул к телефонной трубке, висящей на стене оператор, будьте добры слушаю знаете, я ударил палец молотком и тогда я заплакал, потому что у меня появился слушатель оператор рассказал мальчику, как приложить к пальцу лед ну и так далее после этого я позвонил оператору, будьте добры я звонил по любому случаю, я просил я сокращаю это письмо помочь сделать уроки, узнавал у нее, как кормить хомячка на следующий день, когда я позвонил и спросил, как пишется слово фикс ну и так далее когда мне исполнилось 9, мы переехали в другой город я скучал по оператору, будьте добры, и часто вспоминал о ней женщина была, да? подростком я тоже не забывал о ней память о защищенности, которые давали мне эти диалоги, помогали в момент растерянности и через несколько лет после окончания колледжа я был проездом в своем родном городе у меня было всего полчаса до пересадки на самолет не думая, я подошел к телефону автомата и набрал номер удивительно, ее голос знакомый ответил и тогда я спросил, а не подскажете ли, как пишется слово фикс? пауза, длинная пауза затем последовал ответ, спокойный и мягкий, как всегда думаю, твой палец уже зажил к этому времени я засмеялся ой, это действительно вы интересно, догадывались ли вы, как много значили для меня наши разговоры? а мне интересно, сказала она знал ли ты, как много твои звонки значили для меня? у меня не было детей, и твои звонки были для меня такой радостью и тогда я рассказал ей, как часто вспоминал о ней все эти годы и спросил, можно ли нам будет повидаться, когда приеду в город опять? конечно, сказала она, просто позвони деталкой, где я купил охрана на расследов Poet т.е.